Штурмы малыми группами россиян, обстрелы из артиллерии, которые могут продолжаться круглосуточно и попытки захватить украинские позиции. Серебрянское лесничество в окрестностях Луганщины до сих пор остается горячей линией фронта. Там оккупанты пытаются отбросить украинских защитников от Лимана и создать угрозу для Северска. Журналистка ТСН Юлия Кириенко побывала на позициях украинских воинов и именно оттуда ее следующий репортаж. Это серебрянское лесничество, которое оккупанты превратили в линию фронта. Между поломанных ураганом и осколками от снарядов деревья внесется армейский автомобиль. Машину время от времени заносят на размытой дороге, а бочины заминированы, поэтому водитель пытается как можно умелей маневрировать. В серебрянском лесничестве военные Ковельского батальона 100-й бригады террабороны чувствуют себя уверенно, хоть и более чем через тысячу километров от родной Волыни. Но говорят, леса как дома. Это действительно помогает очень. Очень похоже на волынские леса. Хвойные деревья, еще и дополнительная маскировка для техники, которой максимально нашпигован лес. Мощь украинской армии. Танк Т-72 едет на боевое задание. Сейчас будет разбирать позиции оккупантов. Танкисты прикрывают нашу пехоту на сложном участке фронта под Лиманом. Именно туда россияне пытаются оттеснить наши силы уже второй день подряд. Это село уже не раз переходило из рук в руки. Оно ключевое в направлении криминной, поэтому и бои за него ожесточенные. После работы танк быстро едет прочь. Бойцы свой панцирник берегут. Ведь он – приоритетная цель для дронов Камикадзе врага. Хоть на улице ураган и не должны были сегодня летать, дополнительная бдительность на фронте не помешает. Тем более, к работе подключается миномет. Миномет, выстрел! Калибр 120 мм летит вдаль. Боеприпасов у бойцов немало. Недавно приехали и украинские мины. Армейцы довольны. Лупят россиян, кромсают. Порока лучше, конечно, потому что идут подковки, не надо завязывать ничего, они не отсыревают. Ну и по прицельности тоже нормально идет. Поэтому не жалеют снарядов. Вот только сегодня для того, чтобы просчитать выстрелы, надо немного больше времени. С поправкой на ветер. В этом помогает планшет со специальными программами. Планшет загружает метео, которое здесь в области. И все. Потом вводим координаты. Планшет сам рассчитывает. Прицел, угол. Выстрел! Кажется, если обернуться вокруг и не сразу поймешь, то этот живописный лес – линия фронта. Но грохот артиллерии и выстрелы из минометов возвращают в реальность, где каждая команда к бою означает, что в нескольких километрах отсюда враг вновь послал на штурм группу своих бойцов. И нужно не дать ни одному вражескому солдату дойти до украинских пехотинцев в окопах. Поэтому минометчики в который раз опускают мину в ствол. И стреляют в сторону оккупантов до тех пор, пока последний вражеский пехотинец не отступит или погибнет. Пострел!